Вся эта затея с наступлением или фальшивым контрнаступом – это попытка улучшить условия как в топографии, так и в соотношении сил и в дислокации сил в предстоящем переговоре. Украинские власти будут готовы взорвать все электростанции на Днепре. От Киевской до Днепрогресс. А все, что мы вам обещали, все в точности наоборот. Но вы должны верить, что все-таки еще не все потеряно. Вот Россия вот-вот, 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 осталось еще немножко. Чуть-чуть и все. Они не пойдут ни перед чем и пойдут на то, чтобы взорвать атомные электростанции на западе Украины, сваливая вину на Россию. Опять-таки эта проблема не только общечеловеческая, не только гуманитарная, но решить эту проблему, опять-таки, может только российская армия. Воевать с Россией бесполезно. А все обещания, когда Саакашвили все время кричал в истерике, вынимая галстук изо рта, а где американский флот? Вот, как они и кончились. Американский флот не прибыл. Яков Фосеевич, добрый день. Добрый день. Начнем с последних событий. Контрнаступ. На ваш взгляд, что это есть и что это самое главное будет? Не постигнет ли всю эту операцию, так долго рекламируемую, участь фортецы Бахмут? Во-первых, в самом названии контрнаступ есть попытка исказить ситуацию, и оно совершенно неверное. Контрнаступление – это когда противник наступает, а в ответ на это и есть контрнаступление. Российская армия не наступает, значит, это не контрнаступление, а это наступление, планируемое украинской армией. Но чтобы навести тень на плетень и представить, что вот мы защищаемся, они говорят контрнаступление. Наступление украинской армии – это была последняя надежда, как руководство Украины и как руководство их хозяев, как-то что-то сделать, чтобы выйти из той ситуации, в которой они находятся. Это лучше всего разъяснил в свое время, недавно, пару недель назад, министр обороны Соединенных Штатов и то же самое сказал начальник Объединенных Штатов в Кидах. Они сказали, что в этом наступлении Украина должна достигнуть хотя бы какой-нибудь территориальный успех. Тогда с этим территориальным успехом мы пойдем на переговоры с Россией, чтобы говорить об обмене территории. Ну и иметь более сильную переговорную позицию, как они должны. То есть вся эта затея с наступлением или фальшивым контрнаступом – это попытка улучшить условия как в топографии, так и в соотношении сил и в дислокации сил предстоящих переговоров. То есть в Соединенных Штатах и в Европе уже пришли к выводу – придется идти на переговоры. А теперь давайте думать, как нам лучше их начать. Мало того, начальник штабов Кеннери, он сказал, что если остановиться на сегодняшней дислокации российских и украинских войск, то Россия уже выиграла. Территориально так точно. Крайна и мы проиграли, потому что Россия отвоевала часть земель. То есть она добилась территориального успеха. Она добилась усиления безопасности Крыма. А мы ничего не смогли с этим сделать. Значит победа будет у России. И поэтому, чтобы это как-то изменить хотя бы визуально, необходимо было это наступление. То есть сама цель и задумка, они уже говорят о тяжелом стратегическом военном положении, которое оценивают на Западе, но не говорят об этом прямо, исходя из политических сооружений. Теперь если перейти к самой этой идее, то она была порочная и нереальная с самого начала. Для того, чтобы наступать, необходимо, есть определенные условия в рамках военного дела и военной науки. Необходимо преимущество в бронетанковых войсках прежде всего, потому что только они могут осуществить прорыв. Необходимо преимущество в артиллерии, которое только она может дать прикрытие наступающим войскам и разрушать позиции противника. Необходимо хотя бы равновесие, но желательно превосходство в воздухе. Но в любом случае, как это было в войнах наших, с нашими соседями, хотя бы нейтрализовать воздушное превосходство противника. То, что удалось арабам в последней Октябрьской войне 50 лет назад, и то, что невозможно достичь Украины. На сегодняшний день, по оценке западных специалистов, я не буду пользоваться российским, у России огромное преимущество в бронетанковых войсках в 2,5-3 раза. Не говоря уже о качествах танков, но только о количествах. Если принимать во внимание качество танков, то нет на украинской стороне ни одного танка, который может сравняться с Т-90, а тем более Т-90М. Ни западные, которые есть, ни старые, советские Т-72. Даже Т-72 на российской стороне, они более усовершенствованы, чем на украинской. Я уже не говорю об усовершенствованиях, которые сейчас входят, все строят. Т-80, но Т-90 и Т-90М, это уже совершенно другая категория, недоступная. Ни американцам, ни англичанам, ни немцам в поставленных ими танках. Второе. У России кратное превосходство в артиллерии и в запасах артиллерии. То есть не только то, что у России более разнообразная именно фронтовая артиллерия, а она решает судьбу линии фронта. Главное не сколько артиллерий, а сколько можно положить снарядов на линию фронта. Это на глубину 15-20 километров. Там, где войска наступают и там, где осуществляется прорыв. Ну, кроме превосходства в артиллерии, у России огромное превосходство боеприпасов. То есть недостаточно, что у тебя есть определенное количество орудий. А сколько снарядов ты можешь выпустить из этих орудий, а если у России ко всему и количество снарядов кратное превосходство, то это позволяет ей уничтожать противника намного сильнее. У России колоссальное превосходство в воздушных силах. По оценке британцев, Россия сконцентрировала огромное количество летательных аппаратов военных возле Украины. И только часть из них используют. Одна – это самолеты разных видов, и особенно для штурмовки, а вторая – это боевые вертолеты. И опять-таки, тут огромное преимущество у России. То начальное преимущество, которое было якобы у Украины от большого использования беспилотников, сведено на нет. И сегодня количество беспилотников, в том числе ударных, у России намного больше. А способности подавления вражеских беспилотников, как электронной войной, электронными способами, так и просто сбивания у России выше, чем у Украины. И последнее, что определяет, это систематическое уничтожение российскими вооруженными силами всех видов, системы противовоздушной и противоракетной обороны. Количество этих противовоздушных средств уменьшается с каждым днем, а восполнять их нечем и не успевают. То есть способность воспрепятствовать ударам с воздуха по украинской армии уменьшается с каждым днем. При таких условиях невозможно начинать наступление. Но это еще не все. Для того, чтобы прорвать линию фронта, необходимо сконцентрировать серьезные силы для прорыва, прежде всего там бронетанковую и артиллерию, для того, чтобы проломить линию фронта на 15-20 километров. Но после этого надо туда пустить резервные войска, не меньшего количества, чтобы прорваться через этот прорыв и выйти на оперативный простор. Количество сил бригад бронетанковых, мотопехотных и вообще на Украине не позволяет ей даже прорвать линию обороны. А после прорыва, если бы даже удалось, нет у них сил для того, чтобы устремиться в этот прорыв. Кроме того, Россия за последние полгода, опять-таки по оценке западных специалистов, они не прокремлевские пропагандисты, выстроила на более чем тысячу километров самую совершенную на сегодняшний день в мире систему обороны. Это система обороны эшелонированная, которая позволяет на глубину 15-20 километров устроить эшелонированные препятствия и огневые точки расположения войск, которые ни в одном месте невозможно прорвать. То есть нет такого, она сплошная. Нет такой ситуации, которая была до ноября прошлого года, до осени, что в определенных местах были опорные пункты, а между ними можно было просочиться. То, что и произошло на Украине в свое время в районе Харьковской области, они просто просочились, а не было сплошной эшелонированной обороны. Россия выстроила эту линию, хорошо укрепленную, начиная хотя бы от того, что даже окупы, которые сделаны, они более глубокие, более укрепленные и более устойчивые, чем украинские. За этой линией обороны стоят мобильные резервные войска, которые могут немедленно быть направлены на тот участок, в котором создается критическая ситуация, и не дать его прорвать. Но это только часть. А России удалось к огромному удивлению, неудовольствию западных специалистов построить самую совершенную и самую эффективную систему минирования перед передовыми линиями. Система минирования, которая практически останавливает наступающие войска до того, как они доходят до первой линии обороны, а задерживая их движение, то есть, когда движение к первой линии обороны замедлено, они становятся жертвой артиллерийского обстрела или атак с самолетов, или с беспилотников, или с вертолетов, что и происходило. Так что, когда началось это наступление, и оно началось, как всегда делают, с попыткой нащупать, а где можно пройти, вот эти попытки обошлись им очень-очень дорого. Они все завязли на минных полях, совершенно неожиданно. Те фотографии, которые вы видели, скопление танков, это все результат продуманных минных полей. Но в России есть еще одна способность минных полей, которая пока не была использована. Россия может заминировать поле на большой площади в течение пяти минут реактивными снарядами, которые несут эти мини. То есть, если войска начинают наступать, они могут через пять минут вдруг оказаться все посреди минного поля. И тогда некуда деваться, потому что вдруг справа, слева где-то какие-то мины разного рода действия, разная эффективность, разными взрывателями, и бронетанковые войска не знают, куда двигаться, куда бы ни подвинуться, ты летаешь на мину. Опять-таки, при атаке, при нападении скорость и концентрация огня, они решающие. Замедление наступления, смерть и подобное, это то, что произошло. Это то, что сейчас происходит. То есть, перемалывание украинских войск до того, как они вообще доходят до линии, первой линии укрепления, без того, чтобы они могли прорвать ее или даже захватить один или два, на одну или один или два укрепленных пункта. Но в тех местах, когда им дали захватить один или два укрепленных пункта, и российские войска отошли на километр два, украинские войска туда вошли, и на них опустился шквал огня, от которого только те, которые смогли выползти, убежали, спаслись, российские войска спокойно вернулись. То есть, никакого военного успеха достигнут этим наступлением, они не могут. Еще раз говорю, это линия обороны длиной в тысячу километров. И поскольку она сильно укреплена, нужны большие силы для того, чтобы маневрировать против этой линии, а у них таких сил нет. Те дальнобойные виды орудий, которые у них есть, Амерс, они дальнобойные, они не играют почти никакой роли на фронтовой, на фронте, на участке, потому что их снаряды для поражения тех или иных командных пунктов, для поражения тех или иных складских помещений. Но для этого они должны ближе подойти к линии фронта, а там они уже подвержены атакам. А на дальней линии фронта они мало что могут сделать, потому что ну хорошо, попадут в какой-то склад на 100 километров за линии фронта. Это не влияет на события, потому что поставки оружия, поставки амуниции это не может предотвратить. То есть сегодня ситуация такая, что украинские войска близки к истощению возможности продвигаться вперед, а дальше уже вопрос, что будет делать Россия. Основное направление украинского наступления выявилось довольно быстро и оно было совершенно ясно для России это Запорожье. Основная их цель была минимальная это Запорожская ГЭС, максимальная это Мелитополь или может быть Мариуполь. Совершенно ясно, что они пройдут не к Мелитополю, не к Мариуполю, а в отношении Запорожской ГЭС, то шансов у них прорваться к ней тоже совершенно нет. А дальше уже будет решать Россия, что России надо делать, перейдет ли Россия теперь сама в контрнаступление. Вот тогда это будет контрнаступление. Сидло этого у России предостаточно. Ну а как думаете, перейдет? С военной точки зрения Россия может перейти в контрнаступление. решает переходить или не переходить в первую очередь не в военную руководство, а в политическом. Военная это выполняет. И если смотреть на это, нужно посмотреть с точки зрения а для чего нужно Россия и нужно ли переходить в контрнаступление. Первая вещь. России необходимо это программа минимум освободить те территории, которые признаны российской территорией. То есть выйти на границы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области. То есть для этого необходимо провести наступление. Сами они не подут. Второе. Самый опасный участок и критический участок для России это Юг. А на Юге это Крым. Обеспечить безопасность Крыма без установления сухопутного перешейка и на это были направлены основные силы российской армии, выходя к Перекопу и в Херсонской области невозможно. То есть сегодня именно сухопутная граница Крыма с Россией и переход к краинств он является минимальным успехом, который был необходим российской армии и Россией для обеспечения безопасности Крыма. Но это не оптимальное решение, потому что всегда будет существовать угроза прорыва этого участка и выхода Касовского моря и попытки отрезать Крым от сухопутного моста с Россией. Крым, не имеющий сухопутного моста с Россией, обречен. защитить его невозможно. Поэтому необходимо это еще больше увеличить и еще больше усилить. Но мало того, безопасность Крыма, то есть, если сухопутный перешей, он обеспечивает то, что украинские войска, они ворвутся в Крым, то безопасность Крыма, то есть, защитить его от обстрелов, от беспилотников, от атак с моря, не десанта с моря, но атак диверсий с моря, невозможно. Есть только один способ овладеть Черноморским побережьем до ИСМОИО. То есть, лишить Украину возможности атаковать Крым с моря и возможности атаковать ракетами суши Черноморского побережья Крым, как это пытаются сделать. Если это не будет сделано, безопасность Крыма будет не обеспечена. То есть, она будет обеспечена на базе Филькиной грамоты или обещаний тех или других, чего они стоят, Россия уже не раз и не два убедилась. То есть, поэтому с военной точки зрения необходимо обеспечить безопасность Крыма, а это выход на границы Херсонской и Запорожской области и захватить Одесскую область для того, чтобы Черноморское побережье было. С другой стороны, в России есть еще одна проблема. Это проблема, которая началась последние полгода. Это атаки на старую российскую территорию, Курскую, Белгородскую области. и Брянскую с территории Херсонской и Сумской области. Меньше Черниговской но тоже. Для того, чтобы обеспечить их безопасность, России необходимо убрать украинские войска из этих областей. Но убирая войска из Черниговской, Сумской, Харьковской области, автоматически они лишают Украины какой-нибудь возможности остаться на левобережье Украины. Потому что тогда остается только Полтавская область, окруженная только российскими, она сама по себе упадет. То есть вероятнее всего не будет выхода, как бы это ни было сложно с политической точки зрения, с экономической, брать левобережную Украину. Но тут возникает еще один вопрос. Этот вопрос происходит из правильного понимания всей звериной сущности того режима, который на Украине. И два примера. Первый пример попытки их обстрелять Запорожскую ГЭС и привести к ее взрыву. То есть взрывать атомную электросанцию. А второе, то, что началось сейчас, взрыв Каховской ГЭС, разрушение Каховской ГЭС. Это наводит на совершенно реальную опасность того, что по мере приближения России к Днепру украинские власти будут готовы взорвать все электростанции на Днепре. От Киевской до Днепрогресса. Это же целый каскад водохранилищиков. Чтобы предотвратить это и не дать этому случиться. Или восстановить, если что-то будет взорвано, а часть этих электростанций по многим сообщениям уже заминирована, это может сделать только российская армия. То есть оставлять в руках Украины Западный Америк, Днепр, а расположиться только на Восточном, этого недостаточно. Поскольку ясно с кем имеют дело. они не пойдут ни перед чем и пойдут на то, чтобы взорвать атомные электростанции на западе Украины, сваливая вину на Россию. Опять-таки эта проблема не только общечеловеческая, не только гуманитарная, но решить эту проблему опять-таки может только российская армия. Вот такой расклад сегодня ситуации. по этой логике российские вооруженные силы должны доходить до Карпат, чтобы так совсем все безопасно было. Поскольку я знаю, что такое война, и на опыте ведения наших войн, я могу сказать, политическая руководка может определить те или иные цели, но в войне есть своя динамика, своя природа. И очень часто, например, как шли события у нас, цели, которые определились военные события, действия противника, и необходимость что-то решать немедленно, приводит к тому, что войска останавливаются гораздо дальше, чем определило им военное руководство, исходя из общего положения. Потому что одно дело рассчитывать до начала стрельбы, а второе дело, когда уже войска двинулись. Так что я вполне не исключаю, что хотя сегодня Россия, по крайней мере российское руководство, все еще надеется достигнуть победы как можно меньшим захватом территории и как можно меньшим продолжением войны, оно, вероятно, будет вынуждено продолжать ее даже до ЧОПа. По крайней мере, многие специалисты как в России, так и за границей говорят, что украинские власти могут привести к такому, таким видам военных действий и к таким продолжительным и неожиданным результатам, что это поставит под угрозу государственность Украины. Вот вы упомянули в самом начале разговора о том, что западная сторона, я сейчас не говорю про украинскую сторону, именно западная сторона готова к переговорам и начинает это вербализировать. Я тут с вашего позволения вспомню два коротких слова, которые главнокомандующий российскими вооруженными силами произнес на Питерском экономическом форуме. Он говорил о ядерном оружии, вы наверняка слышали, но он сказал два очень коротких слова русских, хрен им. Мне вот, как вам кажется, вообще западные люди понимают всю глубину смыслов, которую в эти два коротких слова вкладывает русский человек? Главное, чтобы понимали военные политики на Западе, народ все равно ничего не помнит, не понимает и не понимал. Посмотреть на того, какие, кого они выбирают и ставят во главе себя, то это поражает большие сомнения в здравом мышлении и способности населения в Западной Европе и вообще и в Соединенных Штатах. Но в отношении ядерного оружия. Первое, у России количество тактического ядерного оружия в разы больше, чем у Соединенных Штатов и у стран Запада. Второе, у НАТО нет ядерного оружия. Ядерное оружие тактическое есть у стран-членов НАТО, прежде всего у трех. Это Великобритания, это Франция, это Соединенные Штаты. Но у НАТО, как у организации, нет ядерного оружия. Только Соединенные Штаты могут использовать свое ядерное тактическое оружие в рамках НАТО, но они будут командовать не НАТО. И те летчики, которые прошли обучение из стран НАТО в бомбометании тактического ядерного оружия, они будут находиться и находятся под командованием американцев, американского командования, даже не командования НАТО. С другой стороны, чисто военная ситуация на Украине не требует никакого ядерного оружия, ни тактического, тем более. оно абсолютно не целей для тактического ядерного оружия. Каждое оружие для определенного вида целей. Так что на сегодняшний день это бесполезно. Когда теоретически может существовать необходимость применения тактического ядерного оружия, это если вооруженные силы НАТО в значительных количествах вступят в военные действия и попытаются вторгнуться на территорию Украины или Белоруссии, тогда против этих сил существует вероятность, что в определенном условиях да, будет применена тактическая ядерная оружие. Тактическое ядерное оружие боеголовки есть от 0,3 килотонны, 0,3 1, 3, 5, 20, 50, 100. Это тактическое ядерное оружие. Это могут быть авиабомбы, это могут быть ракеты того или иного радиуса действия, тактические или тактически оперативные, или это могут быть снаряды, снаряды гаубиц, даже танковые снаряды. То есть гаубица 152 миллиметра вполне и достаточно снарядов, у которых есть ядерный заряд. Небольшой, но он есть и он достаточный, потому что гаубицы употребляются только как тактическое оружие. Вот, например, сегодня в России, если кто обратил внимание, используется миномет Тюльпан. миномет Тюльпан у него есть давно еще, с советских времен, мины с ядерным зарядом. То есть этот миномет может стрелять ядерными зарядами, но для этого необходима определенная условия обстановка, а не просто так полить. Но сегодня при нынешних обстоятельствах нет никакой необходимости использовать это оружие, хотя оно есть. Может быть то, что оно есть, оно и останавливает, и остужает горячие головы. А вообще-то бомбы, которые есть с ядерными зарядами для самолетов в Европе, которые американцы держат, это 500 и 750 килотонн. Больше бомб нет, остальное идут ракеты. Сам факт размещения в Беларуси тактического ядерного оружия, по этому поводу риторика в основном такая, что это элемент сдерживания в первую очередь агрессивных планов со стороны Польши, которые активно милитаризируются в последнее время. Более того, они не скрывают, что они готовят каких-то боевиков для возможного свержения власти в Беларуси. Разное, воинственный дух культивируется именно для сдерживания этого фактора. но только ли эту роль она выполняет на военную ситуацию в Украине? Она влияет каким-то образом на этот факт размещения в Беларуси? Истинные причины размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Они более глубокие, чем конфликт на Украине. Россия рассматривает, и Запад рассматривает конфликт на Украине как начало более серьезного противодействия между Западом и Россией. Это только первая часть. Но все это началось с 15 декабря 21 года, когда Путин предъявил ультиматум Соединенным Штатам и НАТО вернуть НАТО его дислокацию к 98 году и убрать тактическое американское ядерное оружие из Европы. Это были условия. И было сказано, что если это не будет сделано, Россия примет меры военно-технического характера. И все тогда гадали, а что же это такое? Так вот расположение ядерного оружия в Беларуси это были и те же методы военно-технического характера, чтобы начав переговоры с Соединенными Штатами и с Европой сказать, если вы не уберете ядерное оружие из Европы, то ядерное оружие будет и в Беларуси, и в Калининграде. То есть это мера давления для того, чтобы заставить убрать ядерное тактическое оружие из Европы и сократить, уменьшить или ликвидировать вероятность применения его при любом военном конфликте Европы. Это была основная цель, глубокая цель России, и к этому она шла. То есть независимо от того, что происходит на Украине, даже если бы не было такого построения или военного положения, Россия все равно разместила бы свое ядерное оружие в Белоруссии, чтобы заставить американцев убрать свое ядерное оружие из Европы. То же самое, как было в кубинском кризисе, когда советские ракеты на Кубе заставили американцев убрать свои ракеты из Турции и из Италии. Тот же самый принцип. То, что сегодня попытка накачать оружие в Польшу и польские обычная их генетическая болезнь пойти и объявить себя Великой Польшей царицей Восточной Европы создает все больше и больше угрозу России. Это только укрепляет в России уверенность и необходимость. на территории Белоруссии должно быть размещено ядерное оружие. Но, опять-таки, это оружие еще не размещается в той дислокации, как американское ядерное оружие в Европу. Американское ядерное оружие по-моему в семи странах размещено порядка двухсот авиабомб прямо на аэродромах. То есть, для того, чтобы его использовать, это занимает меньше часа вооружить самолеты, подготовить самолеты к вылету и поднять их в воду. Но в Белоруссии это не так. Они размещаются в некоторых центрах складирования, но не на боевых аэродромах. То есть, для того, чтобы их использовать, надо их перевести на аэродромы и только потом начать ими вооружать самолеты. То есть, это процесс на один шаг до оперативного использования, чего нет на замке. Но, может быть, это на первом этапе, на втором этапе, если положение будет обостряться, можно все это сделать по-другому. Я не говорю о ракетах «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки. И ракеты «Искандер» могут нести ядерные боеголовки, в отличие от самолетов, те, которые были подготовлены, на гораздо большей мощности. То есть, «Искандер» может нести ядерную боеголовку мощностью и 500 килотонн, и 750 килотонн. Надо понимать, что «Искандер» берет вес боеголовки 400 килограмм, но ядерная боеголовка, она маленькая, потому что оружейный плутоник, он очень тяжелый. И для того, чтобы получить ядерный заряд, он уже намного меньше, чем 400 килограмм обычного заряда. То есть, тогда боеголовка будет намного меньше. К чему это приведет, это уже другой вопрос. Это уже вопрос физики, механики, термодинамики. Ну, это другой вопрос. То есть, сегодня ситуация такова, что, да, развитие событий на Украине это прелюдия к большому конфликту. Но Россия же сказала, и она повторяет сегодня, переговоры не могут идти от положения на Украине. Переговоры должны закончиться полным решением всех проблем безопасности, прежде всего, обеспечения безопасности России. А это далеко выходит за границу Украины. Это касается всей Восточной Европы, это касается американских баз, это касается вооруженных сил НАТО, это касается дислокации вооруженных сил НАТО на территориях других стран, членов. Что из внешних факторов может повлиять на эту ситуацию? Ну, не знаю, из последнего, там, Блинкинс ездил в Китай. Размытый результат переговоров, в общем-то, но, но, сам факт. Не знаю, вброс, кому-то нужен, понадобился вброс про то ли 200, то ли 300 танков израильского производства «Меркава», которые должны участвовать в этом конфликте, но израильская Миноборона открестилась от этого, сказал, что это все неправда. Ну, не знаю, кто, кто выдвинул эту идею, они отличаются абсолютным невежеством и непрофессионализмом, и незнанием фактов, и слишком бурной фантазией. Ну, и мне тоже так показалось, но... Эти комментаторы, которые это выдвинули, они вообще не понимают, что это за танки, и как, и что было. Израиль производит эти танки с 1973-1974 и с тех пор Израиль всегда хотел начать их экспортировать, но никто не хотел их покупать, потому что этот танк хороший, но для нашей армии, для наших условий, он не подходит для Европы и для европейских стран, поэтому его не покупали. 70 тонн. То, что Израиль сейчас может продать эти танки, сообщение-то было, что есть, допустим, 200 танков в одну страну, в другую, и одна страна из них на континентальной Европе. Посмотрите на этих бездарных комментаторов, которые говорят, что, вероятно, Кипр их купит. Скажите, вы географию знаете, Кипр это не континентальная Европа, это остров, дегенераты. А зачем Кипру эти танки, зачем 200 танков Мерква на Кипре? Против кого им воевать? То есть, неважно, какая страна в Европе купит, если даже она купит, это должна быть страна, которая будет использовать их своей армией, на своей территории, у которой топография и почва больше подходят до этих танков. Допустим, Греция это больше подходит, на Балканах это больше подходит, например, Хорватия или другая страна, я не знаю. Но эти все страны страны если они купят их, да, но Израиль до сих пор не позволял никакому оружию проданному в другие страны попадать в третьи страны, тем более на Украину, из чего вдруг они взяли, что вот именно танки Израиль разрешит поставить, а кто-то решится поставить без разрешения Израиля, этого никогда не было, и никаких оснований для этого. А потом танки Мерква, они лучше чем Челлендер и они лучше чем Ляпа. Третий тем более. Второй меньше, но тоже превосходит. Но они совершенно не подходят для Украины ни с ее почвы, ни с ее дорогами, ни с ее мостами. 70 тонн. Потом Европа, в Европе, в отличие от нашего района очень много водных преград. Водные преграды можно перейти или по мостам, или по понтонам. Кто-нибудь знает, что такое понтон, который может взять только 70 тонн? Какая это тяжелая работа каждый раз строить понтонные мосты, которые взяли вот такую тяжесть, а через 30 километров опять ручеек или овраг, который он не может взять. А если пройдет дождь, он завязнет в этой грязи, потому что 70 тонн, это не 40, 45 тонн российского танка, советского. Они этого не понимают. И танк высокий. Для нашей высокий танк, он на метр выше, российский, советский танк. Его видно издалека. На его позиции его намного легче подбить. чем российский танк. То есть он должен подготавливать для него позиции, вырывать и делать. Он совершенно не подходит для этого. Со всех точек зрения. Но бумага все терпит. Любую глупость, можно сказать. А никто не будет в это вмешиваться. Но это абсолютно бездарная безграмотная чушь. Мне кажется, это все из разряда войны фейков. как мы говорили, вы очень подробно рассказали про контрнаступ, контрнаступ в кавычках, и что это такое, и как это вообще рассматривать. Но ведь как это все подается? Я не случайно вспомнил вот эту знаменитую фортецию Бахмут. Ведь сколько опять же с той стороны было уделено внимание, что это крепость, которую ни в коем случае нельзя сдавать, и она никогда не сдастся. А потом что? Слова Зеленского. Да это обычный райцентр. Как вы могли подумать, что мы там устроим что-то такое грандиозное? Нет, это обычный маленький городок, но, естественно, там ничего серьезного как бы и не происходило. А ничего, что там погибли не знаю сколько тысяч военнослужащих просто так на ровном месте? По поводу Ордемовска я могу сказать только две вещи. Первое, ну, любая пропаганда она всегда с любой стороны она занимается эквилибристикой, чтобы представить развитие событий в лучшем смысле. Если это неудача, попытаться доказать, что она незначительная, не имеет никакого ни на что не повлияет и вообще это мелочь. А когда надо мобилизовать, то любой холм превращается в стратегическую точку и любой поселок превращается в Сталинград в худшем случае. Второе, я думаю, насколько я знаком с российской армией и командованием, это был исключительный случай, единственный и последний, когда город берут таким способом. Ни одна военная цель не оправдывает братья любого пункта штурмовыми отрядами в лоб. Так сегодня не воюют. Были определенные условия, которые привели Россию к этому и в Мариуполе, и в Артемовске, да, но больше города так брать не будут. Гораздо легче, особенно на открытом пространстве, обойти город, отрезать его от путей снаобщение, и через две недели они сами выйдут, потому что нечем будет стрелять, нечего будет пить и нечего будет есть. Города в лоб не берут. Это очень сложная наука. А если берут не так, как Артемовск, потому что это другое с вышлими. Так что больше этого не будет. А почему и как это произошло, и как это пытаются оправдать на Украине, ну, это в меру своего божества и в меру своей культуры, они пытаются использовать довольно низкий уровень своего населения и населения Европы, чтобы сегодня продавать совершенно противоположное, что говорили вчера, в надежде, что они и тогда ничего не поняли, а память у них короткая, и сейчас ничего не поймут. Ну, хорошо, я посмотрю, как они будут оправдывать то, что российский спецназ пошел в киевскую лаву. Ну, это да, но хотя бы вот то, что сейчас происходит, тоже как-то надо будет оправдывать. Где тот самый контур наступа, которому они рассказывали чуть ли не год? Что вот мы к нему готовимся, накапливаем силы, технику и все остальное, и что? Они, разница между их пропагандой и западной пропагандой, что украинская пропаганда рассчитывает на тупость украинского населения, а американская на тупость американского населения, а европейская на тупость и неграмотность европейского населения, вот поэтому и в этом они и будут отличаться. Но основной смысл будет представить все не так, как это произошло, а так, как выгодно, чтобы в дополнение к военной неудаче, к военному ущербу понести минимальный чисто пропагандистский пропагандистское поражение и как-то людям объяснить, слушайте, а мы вам все брали, а все, что мы вам обещали, все в точности наоборот, но вы должны верить, что все-таки еще не все потеряно. Вот Россия вот-вот, вот-вот она рухнет, вот-вот, осталось еще немножко, чуть-чуть и все. Это да, сродни тому, как загнивал Запад, помните, в Советском Союзе, вот так сейчас и Россия должна рухнуть. Но понимаете, это все хорошо, воевать пропагандой на расстоянии, я думаю, сложнее гораздо будет, если там войска противника у тебя вот прям, вот в прямую видимость или под подъездом, тут уже не до пропаганды будет. Но это, как говорится, поживем, увидим, что будет, то будет. Вернемся в наши пенаты, много поговорили о американцах, европейцах, украинцах. Главы МИТУДКБ на днях собрались в Минске, цитируя Лаврова, западные страны пытаются внести раскол в организацию, разобщить и БРИКС, и ШОС, но и УДКБ в первую очередь, и видят в УДКБ угрозу своему доминированию в мире. Там же президент Лукашенко в очередной раз призвал в консолидации как раз-таки государств участников, подчеркивая важность и новую роль, которую может, может и должна, наверное, сыграть эта организация сейчас, которой есть вопросы и внутри, да и снаружи. На Ваш взгляд, вот как она должна по-новому заиграть, какими новыми красками? Любое международное соглашение, оно отражает соотношение сил военных. И только военные силы потом трансформируются в соглашение, которое это устанавливает, пока это соотношение сил будет сохраняться. основные принципы, которые необходимы России, на мой взгляд. Россия может решить по-другому. У России свое руководство, свое командование. И оно принимало решение вопреки логике и своим интересам, надеясь, что это поможет все-таки другим путем сохранить безопасность. Вышло сейчас очень-очень наоборот. Россия не может смириться с тем, что на территории Украины, неважно в каких границах она останется, и останется ли вообще украинское государство, была какая-то иностранная армия. Россия не может согласиться, чтобы вооруженные силы этой Украины представляли какую-либо угрозу иностранным государствам. Их единственная цель заниматься охраной внутреннего общественного порядка. Безопасность границ этого государства, если оно будет создано и оговорено всеми странами, гарантирует все страны. Не пресловутая украинская армия. То есть невозможно, чтобы на Украине были какие-нибудь серьезные силы, особенно атакующие, то есть бронетанковые, военно-воздушные, ракетные, военно-морские и прочее. В отношении военно-морских сил я считаю, что не может быть ситуации для безопасности России, российского Черноморья и Черноморского флота, чтобы не России принадлежала Черноморская побережь, а какой-то другой страны. Для НАТО пусть пока пользуются пока румынским и болгарским берегом, ну и турецким в соответствии. Но не тем, что на сегодняшний день пока находится под войсом Украины. И понятно, что никаких иностранных войск и денацификация власти, полный запрет нацистской пропаганды, восхваление нацистского прошлого, восхваление и обожествление нацистских преступников, уничтожение и запрещение всех политических партий, которые этим занимались так, как это было в нацистской Германии, восстановление всех памятников, которые поставлены освободителем Украины и уничтожение всех памятников, которые прославляют нацизм и нацистов. И если в этом новой Украине будет она полностью денацифицирована с политической точки зрения, пожалуйста, пусть они, если Россия захочет, могут развиваться. Но, на мой взгляд, наилучшее решение это то, что даже та Украина, которая может быть создаться в тех или иных границах, вместе с Белоруссией будет членом союзного государства. И тогда никаких проблем не будет ни для кого. Потому что белорусский опыт показывает, каких успехов политических, экономических, в области безопасности, в области суверенитета, в области международного положения добилась Белоруссия именно благодаря тому, что она в рамках союзного государства. Именно в этом оно и дает. И это отлично понимает, и это отлично говорил. И не просто так президент Белоруссии с намеком он это сказал президенту Казахстана. Белоруссии и России наиболее тесное сотрудничество. С точки зрения военной, как мне показалось, наиболее ярко, что ли, эмоционально президент Белоруссии определил роль Белоруссии так. Мы здесь для того, чтобы России в спину никто не выстрелил. А вот остальные государства организации договора коллективной безопасности тот же Казахстан, та же Армения. Вот их роль какова и как она должна или может измениться в современной ситуации? Планы НАТО и Соединенных Штатов были Украина, потом Белоруссия, потом Казахстан, параллельно Грузия и Армения. Они забуксовали на Украине, им ни чего не удалось с Белоруссией, А с Казахстаном они еще пытаются и с Арменией они еще пытаются. Но дело в том, что если мы говорим о Средней Азии, то Средняя Азия, она расположена между двумя гигантами. Второй это Китай. И чего не хочет Китай истерически, за то, чтобы хотя бы одна из стран бывшего Советского Союза Средней Азии превратилась в американскую или европейскую колонию. Вот это ни за что. Особенно Казахстан и Киргизия, потому что они очень близки к Синьцзяне. Это ядерный и военный центр Китая. это сердце китайской военной стратегической мощи. То есть Китай не допустит и Казахстан, и Узбекистан, и Таджикистан, особенно из-за Афганистана, они знают, что единственное, что может утвердить их безопасность, это Россия. Потому что без России никто им никогда не поможет. Американцы, как и в Уганистане, умоют руки и еще. Поэтому развиваются очень быстро и очень сильно российские отношения, в отличие от того, что было при Каримове, с Узбекистаном. Последнее соглашение о нефти, это как раз подкрепление этого. То есть Казахстан, Узбекистан совершенно четко позиционирует себя в Центральной Азии, как независимое сильное государство, которое многовекторное, но которое не пытается превратить себя в угрозу против какого-то государства, а наоборот. То же самое с Китаем, то же самое и Казахстан. При всем том, что происходит рядом Китая, рядом Россия, а Америка далеко-далеко, Армения еще держится. Ну вот, например, то, что происходит в Грузии, это очень и очень мешает американцам и европейцам. Потому что в Грузии поняли, что есть предел, и воевать с Россией бесполезно. А все обещания, когда Саакашвили все время кричал из серики, вынимая галстук изо рта, а где американский флот, как они и кончаются. Американский флот не прибыл в Батлину. Ну, он там и не может особо прибыть. Он-то в это верил? Мне кажется, он сам в это не верил, но он очень убедительно рассказывал. Скорее всего, так. Из-за этого произошло то, что произошло. Ну, да. Ну, и последнее. По-разному смотрят, конечно, на то, что вскоре предстоят выборы. Много где предстоят. в России, кстати, тоже совсем скоро. Ну, и больше смотрят пока что на выборы, которые предстоят в Америке. И жадно внимают тому, что иногда выстреливает Трамп. Да, вот из последнего, что у него с Путиным в общем-то нормальные отношения, но просто они давно не общались. Ну, или его знаменитое, что если он будет президентом, то 24 часа он прекратит конфликт. На ваш взгляд, здесь что, предвыборная риторика, вот эта вся опять же, которой не стоит доверять. Либо же все-таки есть какая-то надежда, что хоть мы знаем, что смена президентов не сильно влияет на общую американскую политику, но может быть это исключение. Я дам такой пример. Пример из последнего визита Блинкена Соединенных Штатов. Во время прошлого последнего визита, который был, его выполнили публично и сказали, кто ты такой вообще, что ты таким тоном позволяешь говорить с Китаем. И пока Соединенные Штаты не согласились после долгих переговоров сменить весь тон переговоров с Китаем и говорить только нарав. И без угроз. и вежливо просить предлагать. Этого визита не было. И вот в усыплении с Сиджипином, когда это было, он сказал, да, мы готовы. У нас есть много направлений, когда мы готовы сотрудничать с Соединенным Штатом. На равных. Без угроз. Без оскорблений. И надо было посмотреть на Блинкена. Он сидел, как мальчик на уроке. На краю стула. Со страхом смотря на этого учителя. И Китай сказал, а мы вам не позволим восстанавливать отношения между Министерством обороны. Почему? Вы же санкции наложили на нашего Министера обороны. Они этого не сказали. Но отношения, которые просил Блинкен. Давайте начнем диалог между Министерством обороны. китайцы сказали нет. Нет. И все. И умылись. А что провозгласил Блинкен? Он сказал, Китай не поддерживает независимость Тайвана. Нет, нет, нет. Тайвань это китайская территория. Мы всегда так думали. Мы считаем, нет, никакой поддержки. Мы не хотим воевать за Тайвань. Мы не хотим никакого конфликта. Это ваша территория. Все, успокойтесь. Это совершенно другой тон. И это показывает, что вот когда с этими англосаксами говорят правильным языком, как они понимают, тогда они говорят, а что же вы раньше-то не сказали? как в обычном дворе, встает шпанат, выплевывает зубы, утирает кровь, говорит, так что ты, что же ты сразу-то не сказал? Они другого языка не понимают. Когда они чувствуют, что будут морду бить, вот тогда они становятся вежливыми, тогда они вспоминают все свои уроки вежливости, лицемерия, улыбаются, все. И пока они это будут чувствовать, можно с ними договариваться и можно с ними вести дела и заключать сделки и развивать все, чтобы они знали, что не дай Бог, упаси вас Господи, сделать неверное движение шаг влево, шаг вправо. Считается преступлением. Ну таки вы за Трампа или за Байк? А? Таки вы за Трампа в итоге? Ну, а что делать? То есть хрен им было сказано вовремя? Я вам скажу так. Сколько можно оценить президента России? У человека очень вежливый, очень сдержанный. Он может себе позволить более резкое выражение, менее резкое выражение. Ну, если он решил сказать так, вероятно, чтобы подчеркнуть всю непреклонность и всю силовую часть его речи. то есть каждый знающий русский язык понимает, что он имел в виду. Он имел в виду не овощ. Я что-то почему-то тогда спросил вас чуть раньше, понимают ли люди там на западе не те, кто принимает решение, все. Это было адресовано, понимают. Все. Понимают. Вот мадам Лула, неудавшаяся морячка, она отлично понимает, что имел в виду президент России. Вот такой русский язык она знает. Вот всю глубину смысла, который вкладывает русский человек в эти два маленьких коротеньких слова. Если они его поймут, я думаю, что поняли. Если они понимают китайский, они понимают русский. Будем верить в лучшее. Спасибо вам огромное, Яков Осевич, за этот разговор, за ваши рассуждения. Всего доброго, удачи вам. успехов вам. Редактор субтитров